Привет, это скринкасты, меня зовут Леша, я фронтенд-разработчик в Delivery Club. А еще в свободное время я интересуюсь доступностью и стараюсь рассказывать разработчикам, как сделать свои приложения доступными для людей с ограниченными способностями. Сегодня я расскажу тебе, как сделать свое приложение доступнее для людей с какими-то физическими ограничениями и нарушениями, и покажу, что это на самом деле несложно. Иногда вместо термина доступность используются термины accessibility, aleventy, веб-доступность и так далее, но в принципе это все одно и то же. Вообще, доступность это наука, которая изучает то, как мы взаимодействуем с интерфейсами, и прикладным применением является обеспечение доступа к информации вне зависимости от физических ограничений. Кстати, по поводу физических ограничений, около 15% людей в мире имеют те или иные нарушения, которые мешают им взаимодействовать с интерфейсами так, как привык ты. Другими словами, если ты делаешь свое приложение с расчетом на то, что им будет пользоваться весь мир, то 1 миллиард человек теоретически не сможет пользоваться твоим приложением, если ты не применяешь правила доступности. И это мы говорим только о людях, которые имеют постоянные физические ограничения. Помимо них существуют люди, которые имеют временные ограничения, например, травмы или матери, которая держит ребенка на руках, или водитель, который ведет автомобиль и пытается ввести что-то в навигаторе. Это люди, которые не могут пользоваться твоим приложением в привычном для себя режиме. Именно поэтому, делая приложение, основываясь на принципах доступности, ты делаешь приложение не только удобнее для людей с какими-то ограничениями или нарушениями, но и в целом для всех своих пользователей. Когда ты применяешь принципы доступности, твой интерфейс становится интуитивно понятным. Чтобы понять, насколько твое приложение доступно, тебе в первую очередь необходимо отказаться от мыши. Это может показаться странным, что кто-то в 2021 году не пользуется мышью, но таких людей достаточно много. Во-первых, это гики, которым пользоваться клавиатурой просто удобнее. Ну, а во-вторых, это люди, которые имеют нарушения, связанные с двигательными функциями, а также незрячие люди, поскольку они просто не понимают, в каком месте экрана находится курсор. Условно, в HTML все элементы можно разделить на два типа. Первый — это элементы, с которыми нельзя взаимодействовать, это различные заголовки, параграфы, и элементы, с которыми можно взаимодействовать — это кнопки, чекбоксы, ссылки и так далее. Так вот, элементы, с которыми можно взаимодействовать, они имеют такое свойство, как фокус. Когда элемент получает фокус, он может принимать события, которые посылаются с клавиатуры на этот элемент, и как-то с ними взаимодействовать. Вот здесь на экране простой пример страницы, и если мы нажмем кнопку Tab, то мы увидим, что на этой странице выделился первый элемент, с которым можно как-то взаимодействовать. Вообще первый элемент тут заголовок, но поскольку с ним нельзя взаимодействовать, то Focus Ring, вот эта вот рамочка вокруг инпута, она появилась именно на инпуте. И теперь, если я что-то буду вводить с клавиатуры, то это будет отображаться в инпуте. Давайте проверим. Окей, я ввел слово привет, и оно отобразилось в инпуте. Если я еще раз нажму кнопку Tab, то я перейду к следующему элементу, с которым можно взаимодействовать. Это ссылка. Еще раз, и я попадаю на дропдаун, в котором я могу выбрать какой-то элемент, нажав кнопку вниз. И могу вернуться назад, нажав Shift-Tab. Кажется, все просто. И в этот момент мы переходим к первой проблеме, связанной с доступностью, это с последовательностью табов. Давайте перейдем к второму примеру. Сейчас у меня на экране простое приложение, в котором есть кнопка, которая открывает боковое меню. Есть какая-то область с контекстом, и внизу есть кнопка, в которой что-то о куках. Ну, сейчас это есть на каждом сайте. Попробуем при помощи кнопки Tab пройтись по этой странице. Я нажимаю первый раз, и у меня выделилась кнопка, которая открывает меню. Пока все ок. Нажимаю еще раз, и выделение почему-то оказалось в самом низу страницы. Нажимаю еще раз, и выделение пропало со страницы. Я нажимаю, 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 нажимаю. И только теперь фокус ринг оказался в текстовой области, в общем-то в том месте, которое больше всего интересует пользователя, когда он взаимодействует с твоим сайтом. Согласитесь, это не очень удобно, поскольку ты ожидаешь, что элементы будут выделяться в той последовательности, в которой ты их видишь на экране. Проблема заключается в том, что браузер, по сути, не знает, в каком месте экрана расположен какой элемент, и идет просто по коду. Если мы посмотрим в код, то кнопка выделения меню окажется сверху, и ниже действительно окажется кнопка, которая как-то связана с полиси. Но благодаря стилям разработчик перенес ее вниз экрана. И когда фокус пропадает с экрана, он на самом деле просто проходится по меню и выделяет элементы. Вот как это происходит сейчас. Все эти проблемы достаточно просто поправить, если ты о них знаешь. Теперь давайте поговорим о незрячих пользователей. Дело в том, что незрячие пользователи – это особый вид пользователей с точки зрения доступности. Они, в принципе, не видят, что происходит на экране, но при помощи специальных программ, которые называются скринридеры, они могут взаимодействовать с тем, что находится на экране. Сейчас на экране пример статьи, и, как и во многих статьях, здесь есть картинка. Эта картинка не несет какого-то глобального значения, и незнание того, что на ней наизображено, в общем-то, не скажется на понимании всего текста. Тем не менее, доступность – это как раз о том, чтобы сделать информацию доступной вне зависимости от физических ограничений. Именно поэтому для картинок хорошо добавлять описание. Сейчас эта картинка не имеет описания, и скринридер, в общем-то, когда дойдет до нее, ничего не скажет о пользователю. Тем не менее, было бы круто добавить описание для этой картинки, давайте это сделаем. Добавить описание к картинке можно несколькими способами. Самый простой из них – это добавив это описание в атрибут alt для тега img. Напишем. Обновим страницу и видим, что для зрячего пользователя ничего не изменилось. Тем не менее, пользователь, который пользуется скринридером, будет знать, что изображено на картинке. Это, в принципе, достаточно для того, чтобы дать какую-то информацию для незрячих пользователей. Тем не менее, сейчас оказываются ущемленными зрячие пользователи, поскольку они не видят описание картинки, а по правилам хорошего тона у каждой картинки должно быть описание. Поэтому я сделаю описание немного другим способом. По сути, у нас осталась та же самая картинка и добавилось два тега, один из которых, в общем-то, дает описание для этой картинки. Обновляем. И теперь под картинкой оказалось описание. И, в общем-то, для скринридера это изображение тоже будет иметь какое-то описание, к которому он скажет пользователю. Теперь мне бы хотелось показать, как работает скринридер. Поскольку у меня ноутбук Mac, то я буду показывать на примере его. В Mac OS уже встроен скринридер, и он называется VoiceOver. Но, в принципе, в скринридере есть для всех типов платформ, в том числе и Windows, и Linux, и для мобильных телефонов, и на iPhone, и на Android. Включить скринридер можно двумя путями. Первый – это зайти в настройки доступа, и вот здесь выбрать скринридер. Нажав галочку, он включится. Либо, если ты никогда не пользовался скринридером, то можно пройти обучение. Либо использовать горячую клавишу Command F5, и это запустит скринридер. Поскольку иногда скринридер говорит не в попад неожиданно, и это может конфьюзить, то используй кнопку Control для того, чтобы остановить речь. Итак, для того, чтобы посмотреть, как работают скринридеры, давай откроем какой-нибудь сайт, ну, например, Википедию, поскольку у нее с доступностью все очень хорошо, и я покажу, как это работает. Первое, что нужно запомнить о скринридерах, это о кнопке скринридер. В данном случае называется кнопка VoiceOver. Любое сочетание клавиш VoiceOver и любых других клавиш будет передавать команды не в систему, не в браузер, не в приложение, а именно в скринридер. В последних версиях macOS это кнопка Caps Lock, но в более ранних версиях это Control плюс Option. И даже если в последних версиях macOS ты будешь нажимать Control плюс Option, то скринридер поймет, что ты хочешь дать ему какую-то команду и спросить тебя, переключить ли горячую клавишу VoiceOver. Тем не менее, я считаю, что нажимать одну клавишу удобнее, поэтому использую кнопку Caps Lock. Запускаем VoiceOver при помощи Command F5. И VoiceOver сразу начинает читать для нас страницу. Для того, чтобы перейти к следующему или предыдущему элементу, можно нажимать сочетание клавиш VoiceOver и стрелки вправо или влево. Окей, это выглядит примерно так. Для того, чтобы сымитировать нажатие кнопки мыши, поскольку незрячие люди не пользуются мышью, то существует сочетание VoiceOver плюс пробел. Нажимаем. Попробуем посмотреть содержимое этой страницы при помощи VoiceOver. Я буду по-прежнему нажимать сочетание клавиш VoiceOver и клавишу вправо. В принципе, так можно прочитать страницу целиком, но согласитесь, что это не совсем удобно. Опросы показали, что 90% незрячих людей для того, чтобы получить общее впечатление о странице и понять, что на ней находится, используют заголовки. И если собрать все заголовки, которые есть у статьи, то получится своеобразный хребет статьи. Именно поэтому у VoiceOver есть специальная команда, которая позволяет переключаться по заголовкам. Это VoiceOver Command плюс H. И это позволяет прочитать все заголовки статьи и, в общем-то, понять, что в статье находится, и уже найти место, которое тебе особенно интересно. Ну и так далее. И, в принципе, так можно понять содержимое статьи. В принципе, незрячих людей, как и зрячих, не всегда интересует вся информация страницы целиком. Чаще всего человек интересует то, что находится в середине, то есть в мейн-области. Для того, чтобы навигироваться по именно содержимому странице, то есть по заголовку, по шапке, мейн-области, боковому меню, существуют специальные команды в VoiceOver. И, в принципе, они очень похожи на последовательную навигацию, которую я показывал раньше, только в команду VoiceOver и стрелки вправо-влево-вверх-вниз, добавляется еще кнопка Shift. И работает это примерно так. Нажав VoiceOver Shift вверх, я вышел в главную область с содержимым статьи. Теперь я нажимаю вправо или влево и перехожу к боковой панели или в шапку страницы. Таким способом можно разделить работу с основным содержимым статьи, либо уже пытаться перейти куда-то внутри сайта. Поскольку на странице есть не только заголовки и текст, но еще есть большое разнообразие элементов, по которым, в принципе, очень часто тоже можно навигироваться, в VoiceOver есть такая прикольная штука, она называется Rotor. Запускается она при помощи команды VoiceOver плюс кнопка U. и это выдает список всех элементов, которые содержатся на странице. То есть сейчас в меню статьи мы видим большие элементы страницы в виде главной области, в виде какого-то дополнительного бокового меню. Если я нажму кнопку вправо, то я могу найти все ссылки на странице или найти точно так же все заголовки на странице либо посмотреть элементы управления и выбрать какой-то из них и очень быстро перейти к нему. В принципе, это достаточно удобно. Но, в принципе, в любом скринридере есть огромное количество настроек, которые нет необходимости сразу запоминать, но которые бы неплохо знать, где находятся. Для того, чтобы с этим разобраться, существует справка по VoiceOver, и запускается она при помощи команды VoiceOver плюс клавиша H. Меню справка VoiceOver 5 объектов. В этом меню можно найти справку по команду, руководство пользователя или справку по клавиатуре. Давайте запустим справку по клавиатуре и посмотрим, как это работает. Справка клавиатуры CapsLock. Выполняется запуск справки клавиатуры. Чтобы услышать название клавиши, нажмите ее. Для воспроизведения команд VoiceOver удерживайте клавишу VoiceOver во время нажатия клавиш клавиатуры. Нажмите клавишу Scape в верхний регистр H. Открыть меню справки VoiceOver. Отображает общие справочные руководства для VoiceOver. Control. Control. Теперь, когда я нажимаю любую клавишу на клавиатуре, VoiceOver будет говорить мне, что означает эта команда для VoiceOver и какое действие он выполнит, когда я нажму на эту клавишу. На этом мне бы хотелось закончить ознакомительное видео по тому, как люди с ограниченными способностями взаимодействуют с компьютером. В следующем видео я уже более предметно покажу, как можно сделать свое приложение более доступным. Меня зовут Леша. Это были скринкасты. Пока. Скринкасты.